Всем привет! Сегодня покажу интересные, нетрадиционные и чем-то необычные модели среди мужских часов от разных брендов. И начну я, пожалуй, с самых оригинальных новинок от Spinnaker. Вы на канале Best Watch, меня зовут Роман, поехали! Итак, коллекция, о которой мы сегодня поговорим, представляет собой необычные экземпляры, созданные в партнерстве с Marine Conservation Society. К тому же вносит финансовый вклад в поддержку организации, борющейся с пластиковым загрязнением океанов. Циферблаты часов украшены изображениями морских обитателей. Кальмара, кита и черепахи. Они еще и суперски светятся в темноте. Но это покажу чуть позднее, сейчас все детально рассмотрим и начнем с упаковки. Яркая, украшенная красивым рисунком, она сразу же выделяется на фоне стандартных коробок Spinnaker. Открыв ее, вы обнаружите буклет, проливающий свет на актуальную проблему загрязнения природы. Вы также найдете открытку с благодарностью за участие в программе, направленную на защиту океанов от пластика и сертификат с номером ограниченной серии модели и именем талантливого художника, создавшего эти рисунки, Рэйчел Брукс. А тираж тут ограничен, всего по 300 штук на каждый экземпляр. Но это еще не все. В выдвижном отделении дополнительный ремешок, изготовленный из переработанных материалов. И тут же вы найдете удобный инструмент для замены ремешка, запасные шпильки. Как выглядят часы на дополнительных ремешках, продемонстрирую вам на макросъемке. Есть еще несколько дополнительных карточек, на одной из которых снова гордо красуется номер моделей, выпущенной ограниченной серией. И, конечно же, в самом центре всего этого сами часы. Интересно, что вроде все три модели из одной серии, но выпущены в рамках разных коллекций. Например, модель с изображением гигантского кальмара на циферблате сделана на базе линейки Cahill. Начну сразу с размеров. Диаметр часов составляет 43 миллиметра. Высота от ушка до ушка 51. Толщина 14. А вес примерно 184 грамма. Корпус и браслет изготовлены из нержавеющей стали 316L с почти полной матовой отделкой. Разве что есть тонкие полоски зеркальной полировки граней, как это сейчас популярно делать. Качество отделки действительно достойны похвалы, учитывая стоимость часов. Хотя, что говорить, спиннкер мне всегда этим нравился. Любые часы выглядят дорого. Безель вращается против часовой стрелки на 120 шелчков. Он с алюминиевой вставкой и цвета бордов тонн циферблата. Дизайн будто бы винтажного дайвера, напоминаю. Функционально безель работает уверенно, с удобным захватом и без заметного люфта. Приятный штрих – это наличие сапфирового стекла с антибликовым покрытием. Сам циферблат выполнен в таком ретро-бордовом цвете. По окружности на контрасте голубого оттенка расположена шкала с минутной разметкой, которая возвышается над основным циферблатом. Окошко даты имеет черный фон и красный шрифт, органично вписываясь в общую цветовую гамму циферблата. Ну а в нижней части находится надпись Limited Edition. Центральная область, конечно, отдана главному персонажу – гигантскому кальмару. Вот тут стоит взглянуть на часы в темноте. Швейцарская алюминова заполняет стрелки, метки, а также само изображение морского существа. Так что такие часы будут точно заметны на вашем запястье. Примечательно, что изображение кальмара не ограничивается только циферблатом. Оно также есть и на задней крышке часов. Что касается механизма, то тут стоит привычный и надежный японский калибр Сейко и наш 35А. Учитывая бюджет, трудно ожидать чего-то большего. Но этот механизм уже давно и хорошо зарекомендовал себя. Автоматический подзавод. Запас хода 41 час. Максимальная допустимая погрешность плюс 40 минус 20 секунд в сутки. На моем запястье диаметром 18 сантиметров часы сидят вполне комфортно, хотя сами часы, безусловно, массивные. Браслет отличного качества, хорошо выглядит и не идет на компромисс с удобством. Застежка раскладная. Теперь предлагаю поближе взглянуть на модель Spinnaker на базе коллекции Spence, герой которого Синий Кит. Эта модель будет подороже. Что общего с кальмаром, это наличие изображения на циферблате и задней крышке. А вот безель тут уже из нержавеющей стали, как и корпус. Он рифленый, с острыми гранями и довольно широкий. Кстати, 316L используется. Отличаются и размеры. Диаметр 40 миллиметров, высота от ушка до ушка 48, толщина 11. И вес будет полегче, примерно 148 граммов. Стекло также сапфир с антибликом, метки и стрелки крупные. Правда, уже другой формы. Сам циферблат уже в одной градации цветов, сине-голубого, с таким грациозного вида китом. Сразу покажу, как они выглядят в темноте. Но за счет того, что сам циферблат небольшого размера, немного кит сливается, если смотреть издалека с этими брызгами. Но в целом, все равно это выглядит круто. Кстати, обратите внимание, что и на безеле метки подсвечены. Что еще важно, тут внутри стоит другой механизм. Оттого и сами часы подороже. В этот раз японец от компании Citizen. Miota 9039 с запасом хода на 42 часа. И браслет идет с другой застежкой-хлопушкой. Ну и напоследок осталась черепаха. На этот раз модель из коллекции Haas. Она тяжелее всех. Ее вес составляет 196 граммов. И это сразу ощущается. Но тут, в принципе, и размеры побольше. По диаметрам 43 миллиметра. От ушка до ушка 51. А толщина вообще 15. Безель в этот раз разделен на две шкалы. Темно-зеленым выделена шкала обратного счета. А серебристой под сталь осталась классическая 10-минутная разметка. По характеристикам, как и у кальмара. Механизм сейкой на F-35A и сапфировое стекло. Что касается циферблата. Он градиентный. В этот раз от более светлого такого салатого оттенка переходит к зеленому. Кстати, только сейчас обратил внимание, что оказывается черепаха это не одна. В ней еще и маленький детеныш. И смотрим люм. Круглые метки в этот раз заменили индексы часа. Обе стрелки и карандаш. Все подсвечено ярко. И, наверное, из трех моделей это мой фаворит по дизайну. Ко всем часам в комплекте идет дополнительный текстильный ремешок, соответствующий общей тематике оттенка. Он качественный, надежный и на кадрах я показал, как часы меняют свой облик при смене браслета на ремешок. Кроме того, все модели имеют очень достойную водозащиту в 300 метров. Напишите, как вам эти новинки, какие больше понравились. Интересно узнать ваше мнение. Лично мне очень даже зашли. Такие модели точно подарят яркую эмоцию, настроение. А если учесть еще и лимитированность, и то, какой идет комплект, такая покупка станет отличным подарком для себя или кому-то еще. Среди нетрадиционных часов Casio я выбрал модель G-B001, очередное возрождение из прошлого. Сразу бросается в глаза характерная капсульная конструкция корпуса, украшенная многочисленными элементами крепления и двойной задней крышкой. На первый взгляд он может показаться игрушечным, особенно на фоне более ярких вариантов серии. Но на самом деле это полноценный ядышок с прочным и надежным корпусом. Оригинальная перфорация на передней части корпуса, благодаря которой эти часы когда-то получили прозвище Джейсон, отсылающие к персонажу фильма «Пятница 13». По-прежнему является частью дизайна. Верхняя резиновая часть безеля снимается, обнажая находящийся под ней основной стальной элемент. По словам производителя, часы можно носить даже без этой верхней части, если вы предпочитаете более металлический вид. Для удобства снятия безеля в комплект поставки входит специальная отвертка. Кроме того, и ремешок также легко заменяется, что делает модель универсальным вариантом. Уритановый ободок часов изготовлен из черного полупрозрачного композита, а металлическая лицевая панель покрыта серебристым IP-покрытием. Каждая поверхность тщательно отполирована для достижения зеркального блеска. Черный ремешок украшен красной акцентной линией и красной сетчатой вставкой. В отличие от оригинальной модели, она полиуретановая, а не металлическая, что позволяет добиться более яркой цветопередачи. Часы также оснащены автоматической светодиодной подсветкой с регулируемой длительностью 1,5 или 3 секунды и послесвечением, обеспечивающим четкую видимость темноте. А вся информация на ЖК-дисплее размещена в виде четких графических блоков. Часы получили и обновления в виде синхронизации по Bluetooth, что значительно расширяет функциональность и позволяет заниматься настройкой параметров через специальное приложение. Получается, что даже в доступной серии G-Shock появились различные беспроводные фишки. Что по функциям? Тут есть мировое время на 38 городов с автоматической коррекцией времени, секундомер с точностью до 0,01 секунды и пределом измерения 24 часа, таймер обратного отсчета, причем время можно предварительно настроить от 1 секунды и до 24 часов. Часы могут затем автоматически начать отсчет в обратную сторону в установленное время. Идеальное решение для людей, которым необходимо ежедневно принимать лекарства или выполнять промежуточные упражнения тренировки. 5 ежедневных будильников и почасовой сигнал времени. Полный автоматический календарь с возможностью продления до 2099 года. Переключаемый дисплей даты месяца и дня недели на 6 языках, функция отключения звука. Часы выдерживают погружение под воду на глубину до 200 метров и могут работать от батарейки в течение 3 лет. Такие своеобразные ушки на задней крышке корпуса служат двойной цели. Они обеспечивают плотную и удобную посадку часов на запястье и в то же время дают дань уважения дизайну той самой первой модели DW001. В серии существует несколько вариаций по цветам. На сайте можно ознакомиться и выбрать свой. Пожалуй, соглашусь с мнением, что это одни из самых ярких и креативных часов в линейке G-Shock. Японские часовщики всегда умели создавать что-то необычное. И когда мы говорим о нетрадиционных часах, трудно не вспомнить такие культовые марки, как Casio, Seiko и Citizen. Про Casio уже поговорили. Про Seiko у меня не так давно вышел суперподробный обзор об истории прошлого и новинках. А вот сегодня у меня в руках интригующие часы 80-х годов от Citizen, которые наверняка покорят поклонников той эпохи. Anno DigiTemp. Я бы сказал, один из самых причудливых дизайнов своего времени. Их название это сокращение от Analog Digital Temperature. Часы дебютировали в 1981 году, но выгодно отличались от других в этот период. Их прямоугольный корпус был украшен сложным набором циферблатов, меток и текстов, способных сбить в толку даже опытного любителя часов. Примечательно, что на циферблате присутствовал видимый датчик температуры с надписью Anno DigiTemp. Причем производство этой модели было делом нелегким. Citizen вложили в разработку 1 миллион долларов. Что, согласитесь, по тем временам было весьма значительной суммой. Еще более интригующим фактом является то, что эти часы до сих пор выпускаются как репродукция оригинальной модели, которая произвела революцию в цифровых кварцевых часах. И вот предлагаю подробнее ее рассмотреть. Размеры модели составляют 33 миллиметра в ширину, 36,5 миллиметров по вертикали, 41 миллиметр от ушка до ушка, а толщина около 8,4. Но за счет отсутствия безеля и такой псевдоквадратной формы они кажутся крупнее. По материалу тут полностью нержавеющая сталь и конкретно эта модель с черным IP-покрытием. Циферблат закрывает прочное минеральное стекло. Сам же он выполнен в стиле приборной панели с аналоговыми дополнительными циферблатами и ЖК-дисплеями, которые аккуратно организуют различные функции, сохраняя при этом баланс. Такое сочетание стрелок и электроники было интересным дизайнерским решением для того времени. Оно служило тонкой маркетинговой стратегией, направленной на ознакомление аудиторий с цифровыми схемами и ЖК-технологиями. Учитывая распространенное недоверие к электронным дисплеям, такой подход помог пользователям перейти к чему-то новому, сохранив при этом привычность традиционного индикатора времени. Итак, циферблат довольно грамотно разделен на три части. Аналоговые циферблаты сверху и два цифровых дисплея внизу. Ретроградный и классический. К снизу, как и у первоисточника, находится надпись ANODIGITEMP и датчик термометра. Но если вы носите часы на запястье долгое время, будет преимущественно указывать температуру от вашего тела. Если необходимо узнать внешние данные, необходимо снять часы минут на 10-15, иначе показания будут неточные. Что касается установки времени, то тут, как я понял, между аналоговым и электроном нет автоматической коррекции. Получается, что теоретически вы можете установить разные часовые пояса на каждом отдельном дисплее при необходимости. На левом нижнем экране изображена стрелка, которая демонстрирует нам режим, который мы задали при настройке параметров. Время, дата, будильник, второй часовой пояс и секундомер. Переключение режимов происходит с помощью правой верхней кнопки MODE. Что касается верхних аналоговых циферблатов, тут есть интересный момент. Левый — это независимое время. Его настроили, и оно показывает данные независимо от других экранов. А вот правый циферблат имеет несколько режимов. Первый — это секунды. Второй режим — отображение текущего часа электронного дисплея. И третий режим показывает час, на который настроен ваш будильник. Так что можно устанавливать по настроению. Что касается звуков, у будильника классический. Сейчас попробую продемонстрировать. Также есть ежечасный сигнал. В темноте будут подсвечены только аналоговые верхние стрелки, а для электронных дисплеев имеется своя подсветка. Стальной браслет намного проще циферблаты. Поскольку ушки скрыты, кажется, что браслет органично вписывается в нижнюю часть корпуса, являясь продуманным продолжением контурной окантовки и отделки. В общем, эти часы, возможно, не всем придутся по вкусу, но я уверен, что среди наших зрителей найдутся энтузиасты, которые оценят их уникальный вид и сочетание функций. Напишите ваши мысли по поводу этой модели в комментариях. Возможно, эта модель марки Эпос не совсем соответствует теме необычных часов, поскольку выполнена в узнаваемом стиле этой швейцарской марки. Однако на фоне многообразия представленных на витринах часов, она, безусловно, выделяется и предлагает нетривиальный вариант, достойный внимания. Если японские часы часто отличаются инновационными функциями и уникальными деталями, то Эпос придерживается более традиционного швейцарского подхода. Циферблат с классическими римскими цифрами и стрелками Бреге занимает центральное место в окружении звездного неба с люминесцентными звездами. Как они светятся, покажу чуть позднее. Дополнительное очарование придает индикатор лунных фаз, расположенный в нижней части циферблата и отображающий реалистичную поверхность Луны. Это, кстати, собственная доработка механизма Selite SW300 от компании Эпос. Эта модель, получившая название V-Style, представляет собой классное сочетание элементов двух бестселлеров марки. Лакированную белого циферблата из лимитированной серии Overdart из свечащегося ночного неба, как в коллекции Северной Звезды. По-настоящему оценить мастерство исполнения механизма можно через прозрачную заднюю крышку, на которой видны такие изысканные детали, как узор Code de Genève на роторе и перлаш на других деталях. Да и в целом часы выглядят очень дорого и эстетично, при этом при всем их красота сочетается с функциональностью. Механизм, кроме данного индикатора лунных фаз, предлагает еще непривычно расположенные окошки с указанием месяца и дня недели. Но еще интереснее, эта длинная стрелка с месяцем демонстрирует не секунду. Это стрелочный указатель даты. Вот как раз по окружности расположена шкала на 31 день. Как по мне, весьма продуманный штрих, который классно дополняет общую идею вот такого космического дизайна. Сами часы выполнены из нержавеющей стали. Корпус диаметром 41,7 при толщине 10,7. Если учесть, что это механика, размеры прям для почти идеальной костюмной классики. Почти потому, что от ушка к ушку 50 мм. Некоторым могут показаться часы крупноваты, но на моем запястье 18 см выглядит так. В бока можно увидеть характерную для Эппо с резьбу со встроенными кнопками для регулировки усложнений и заводную головку для регулировки часовой и минутной стрелок. Предлагаю посмотреть, как часы выглядят в темноте. Получается, тут свечение больше для красоты, нежели чтение времени. Потому что ярко светит непосредственно луна и эти вкрапления напоминающие звезды. Стрелки остались без люма, но красиво. Ничего не скажешь. Сапфировое стекло закрывает как лицевую часть корпуса, так и со стороны задней крышки. Водостойкость 50 метров, но я думаю, что плавать в таких часах и нет необходимости. А любые другие контакты с водой часы переживут. Поставляется с стальным браслетом или кожаным ремешком. Можно выбрать для себя комфортный вариант. Мне нравится, что Эппо всегда демонстрирует, что классические часы – это не обязательно просто 3 стрелки и классический силуэт. Вот небесная механика от швейцарской марки – прекрасный пример. Ну что, друзья, напишите, как вам экстравагантные новинки от Spinnaker и другие модели обзора. А на сегодня у меня все. Чтобы поддержать канал, ставь палец вверх, не забудь подписаться и следи за нашими новыми обзорами. Ну и я прощаюсь с вами до следующего выпуска. С вами был Роман, Best Watch. До новых встреч!